Ну еще я кое-что скажу. Я очень много рассказывал вам за все эти годы. Фактически рассказал все, что знал. Вот. Сейчас я рассказываю, чтобы вы не попадали в ночи уточки. Ну, например, вот это маленький рассказ под названием Удавка. Так вот, я таких удавов видел. Я был в Движевске, и там местный авторитет устроил мне семнар. Вот. И это, как называется-то, зафрактовал, значит, кинозал, да. Вот. И у нас было время, а я уже чувствовал, что кинозал максимум наполовину заполнится. Вот. И вдруг он говорит, Константин Ильич, прося я тебя познакомлю с местными авторитетами. И мы приходим в здание, а время было, а я еще подумал, ну я сейчас сагитирую, чтобы побольше народа на моей лекции было. Я заинтересован в этом. Я диски привез, я привез косточки, мне надо же, ну как называется, мне надо было окупить поездку сюда, все-таки я в Сибирь приехал. Ижевск, еще раз, Ижевск. И тогда мы зашли, а там совет садоводов, местный, как бы местный региональный совет. Ну сидит женщина, кто она там, что-то знает, познакомились. Через пять он стал ясно, садоводство дуб дубом. Ну, про железу не слышал, это само собой. Вот. И тогда мы сказали, ладно, вот сейчас там идет этот, идет лекция местного авторитета. А это называлось, знаете как, это называлось, сейчас скажу, как это называлось. Ну вот это, которое я укажу в городе, я сейчас. Сейчас, сейчас, природный земледелий, да. Вот, ну, позвали эту, там лекция идет, позвали дому, а еще дверь открыта была. А я, видно, на столе все тоже. Инструмент, ядохимикаты, всякие флакончики, вот, эти самые, удобрения. Вот, ну, обычный набор. И тогда, значит, а я уже не первый раз на таких был. Ну, и попросили, давайте, вот, ваши слушатели, мы сейчас дадим объявление. Вот, и буквально там, через несколько часов они все могут оказаться уже на моей лекции. Мне есть чему поучить. Догадайте, что было. Она отказалась им, эту информацию, то есть, просто взять и объявить. Вот тут это, этот самый, кинотеатр, и вот столько-то приехал авторитетом в Сибири, будет стать лекцией. Отказалась еще. И тогда я, ну, теперь вы понимаете, почему. После моей лекции, кто станет покупать-то, травить этих самых, совершенно невинных, ни в чем грибы. А задним почву, червей, ну, какой брак. Ну, это после моей лекции. А они себя везут так. Я, это был уже мой третий случай, когда я попадал на такие вещи. В одном случае я зевал, в другом случае меня дама попросила, ну, теперь послушайте железо, что он сказал. А железо мне выдержал, сказал, этого не надо, этого не надо, этого не надо, и больше меня не приглашали. Я их испортил, но я искренне говорю. Вот. И тогда я теперь представляю, теперь вот такую картинку. У меня была такая мысль, брат мой, может быть, в нем художник проснулся, чтобы он нарисовал такого, да, вот такого, знаете, вот такого. Нарисовал. И зритилизал. Ну, компьютерная графика. Вот, и он теперь это, купите яды, купите это, это для того, чтобы яму обязательно, обязательно, это что, вот, а это надо пааж снизить, а это, чтобы пааж повысить. Вот, а человек, они еще не знают, какой пааж у него, и купят на всякий случай и для того, и для того. Вот, и вот это вот я и назвал, вот эту маленькую реплику, удавка. Помните? Ближе, 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 потом они все. На моих глазах. Потом они все вот эти, которые эти. Нормальные люди, их нельзя назвать какими-то словами обидными. Они нормальные люди. Просто, вот это вот, ближе, ближе, и вот они собираются вокруг ее стола, и быстро, один купил, второй, третий, все, человек заработал деньги. Люди понесли себе все то, почти все то, что им даром не нужно. Ну, разве, кроме тяпки. Тяпки продают, лопаты, я еще пойму. Вот, примерно, вот такая вот у меня реплика. Ну, и, наконец, про диски. Сейчас я вам делаю такое объявление. Это для меня важно, а, возможно, не только для меня. Вы же видели с косточки, какое чудо выросло бы обратно. Вот. А, и вот этот королевский абрикос, какие выросли, да, видели? Вот, все честно. А случай такой, жизненный. Просто дать объявление я не могу, мне надо смысл. А смысл такой. Значит, звонит мне, или письмо пришло, письмо, наверное, опять же, с этого, с Казахстана. Валерий Константинович, вы не доложили два диска, восьмой и девятый. Вот. А теперь как я научусь прививать? Ну, я схватился за голову, так. Тут же успокоил человека. Я говорю, я даже проверять не буду, что там было, не было, плачу, не плачу. Я говорю, я просто беру и высылаю вам два диска. Ну, естественно, Казахстан дорого, но я оплачу. Мне самое главное, это чтобы ни одного хморого лица не было на планете. Вот. Потом подумал, подумал, приписку делаю. Я вам 30 косточек подарю на ваш выбор. Это будет за моральный ущерб. Ну, писать, открывает посылку, а дисков нет. А бедно? Надо сглать. 30, ладно. Потом, значит, приходит письмо. Валерий Костянович, мои друзья хотят купить у вас книгу. Последнюю. Вот она. За полторы тысячи. Ага, думаю, я уже в плюсе. Так? Согласно. Вот. Конечно, вышлю. Проходит пару часов. Валерий Костянович, еще одни книгу попросили. Две можете вы с этим? Я говорю, могу. Вот. Давайте эти самые, их фамилии. Сейчас я им автографы сочиню. Когда-то эти автографы будут отдельно продаваться. Вот. И получилось так, что из этой беды получилась даже такая хорошая вещь. И тогда только до меня дошло, что я себя и всю страну обкрадую. В каком смысле? В хорошем смысле. Смотрите. По неволе случайно получилась водишка. А теперь представим себе. Когда я помню, где я последний раз говорил, что показывал фотографию. Вот так уже три прошло этих вебинара. Я показывал полную банку скосточки черешни, которая была привита на слептовишни. Новое направление не каждому. Хотя все вырастило, они уже поменьше ростом. И уже морозостойкость заложена генетически. Если верить, допустим, Центу Дарвину, если верить Мичурину, Железову, Латинкову, если верить Лысенко, я никак до него добраться не могу. И боюсь добраться. Вдруг вы все пошлете меня, если мы начнем знакомиться с этим товарищем. Пока боюсь. Ну ладно. Хотя можно так преподнести. Вот я хочу реабилитировать. А больше некому. И кому. И теперь слушайте, к чему я это сказал. Итак. Страна большая. Те человек 500, которые в течение месяца выйдет, ну пусть еще там, она, пусками разойдется еще. Этот же вебинар уйдет пусками. Ну пусть еще. Ладно, уговорили. Полторы. Но вы все уже, никто из вас, вот как это, внутри, ни одной черешенки не купили. 20 упаковочек, кое-как продал супер абрикоса этого, этого же пианиста, академика. Вот так. Вот. То есть фактически торговля стоит. Берут, ну, тут немножко, там немножко. И тогда я думаю, там вот такое объявление. Именно вот такое. Любой из вас. Вы уже себе набрались. Так. Кто найдет мне клиента, вот как эти два. Ну я 60 косточек положил, еще, по-моему, что-то положил. Это за то, что, извинился за то, что она два диска не получила, обовремя. И плюс, ну она меня нашла двух покупателей. Так. А теперь любое. У меня, на меня работают два человека, которые имеют свою долю, приходят на их почтовый ящик. А я имею доступ к ящику. Я оттуда беру, списываю, копирую заказ. Вот, обсчитываю и 20 в одном случае, и в другом случае высылаю их долю. Ну и получается и удачный месяц. Несколько тысяч, удачный, несколько десятков тысяч. А кто сказал, что у каждого из нас нет такого, который может сказать, ну я уже набрался, вы мне поставляете клиента, ну знаете, как у меня, значит, а тысяча рублей за хоть 10 заказов. Сегодня пришел заказ, берите за стулья, на тысячу заставить сырованных косточек амрикосов, все культурные. Вот сегодня только пришел, я даже поражен был. Ну скидки, все, ну это. Ну, а если бы вы нашли такого, а это 20 тысяч рублей со скидками, сколько вас это любви составило? Что у вас было в школе, двойка, двойка? Сказать за вас, 4 тысячи ваши доли. Но это крайний случай, такого еще найти надо. Ну, на тысячу, на две, на три. Каждый из вас, кто мне представит такого клиента, после расчета будет моя доля. Ну, насколько я буду честен, а то, что, извините, знаю, что у меня свои счеты с небом, вот, тут я специально, в таких случаях, я лучше лично переплачу, но никогда на этой земле, ни один чек, ни на одну копейку я не обманул. Ну, что, попробуем? Итак, вы ищите клиента, вот, а мне надо знать. А даже хотите, берите с него деньги? Нет, не так. Все-таки это лишнее. Пусть мне приходят деньги. А там, как, как, сделать, чтобы я знал, что это ваше. Вот, на этом все, уже теперь ваше голодное боль. Так, сейчас проговорили. Я сейчас пойду на кухню. Чуть-чуть-чуть-чуть. Подалю кипяточку. Так, ну, небольшая заметка о здоровье. Значит, может быть, кто-то заинтересуется, а лично не будет. Значит, в советское время в одном из крупнейших популярнейших журналов, да, очень популярных, появилась заметка от редакции. Приходит к нам мужчина, вот, на вид лет 40, цветущий. Вот, и вдруг показывает паспорт, где написано черно-попелу, что ему 70 лет. Вот, раскройте секрет, попросила редакция. В то время, вроде бы, халтурой не занимались. Я принял это за чистую монет. А дальше он рассказывает, как он забирает воду, но не полностью, как это, донажает, мол, чистая вода, диссерированная, та, которая в лед превращается. А сиропчик вот этот самый, с грязью, с минералами, с солями, он достается еще пока, пока еще в какой-то момент, еще жидкий. А потом достается вовремя с морозилки. Та часть, которая не замерзла, выливается, которая замерзла, размораживается, и перед вами чистейшая вода, причем, можно иметь чистейшую воду, хотя вы знаете, что в большинстве городов вода у нас и ванючая, и грязная, и сами знаете. Мы еще добавляем, что, даже если ее хлорируют, это не добавляет ей прелести. Вот, только что микробы убивает. Ну, и назад, но у нас это тоже так, походу. Вот это я хотел вам напомнить. Вот в какой-то момент я попробовал, у меня не получалось, я забывал, у меня лопали стеклянные бутылки, потом намного забыл. Недавно мне прислали, прислали мне ссылку на такой способ, то есть он окажется не забыть. Вот. Ну, пригодится вам, это не пригодится. В какой-то момент, когда я потом, вторая попытка была, появились пластмассовые бутылки, они не лопались. И потом бах по морде получают. Заметка, но уже, мол, не думайте так делать, потому что десерированная вода, она вымывает кальций из костей. И не просто вымывает, а делает кости хрупкими. Ну, тут я испугался и перестал этим пользоваться. А сейчас опять, вот, ну, может быть, у меня получилось следующее. Впервые заскалило давление, что я упал. Вот. Потом померил давление предельное. Вот. Тогда я понял. Ну, причину мы знаем. Возраст и забитые сосуды. Вот. Они не работают ни черта. Они закаменели. Они не реагируют на это самое, на атмосферное давление. А должны вот так работать. Это эластичные. Это элементарно. Тогда я опять спорил замороженной воде. Уже несколько дней, как я этой водой пользуюсь. Вы подумал так. Хотите, попробуйте. Вот. Поделился, называется. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.